Наталья вырастила двоих сыновей, и они оба, как и еще сотня мужчин из Маковеева, отправились на специальную военную операцию. Женщина каждый день ждет от них весточек и тепло встречает, когда они приезжают в отпуск. Признается, молится за их здоровье каждый день, лишь бы вернулись живыми. Вот только специального места для молитв в их селе нет. Храм стоит уже четыре года недостроенным. Даже свечку не поставить. Как в целом дела у них сейчас? Нормально. А вы скажете, они приезжали по поводу церкви, что-то говорили? Да, они звонят, пишут. Что пишут? Ну, чтобы церковь открыли. Вы сами как считаете, сколько нужна она вам здесь? Ну, мы бы тоже заходили сюда и молились, и свечки поставили. Вместе с Натальей своих мужей, сыновей и братьев ждут и другие женщины села. Они, как и их защитники, которые приезжают в отпуск, уверены, что без храма в селе жить нельзя. Тем более, когда строительство уже начиналось, но вынуждено приостановилось. Хотелось бы, чтобы за здравие поставили свечку, помолиться, потому что наших очень много там. И, в принципе, за наших русских парней хотелось бы молиться, потому что у нас уже есть многие погибшие, у нас есть аллея славы в честь их. И как бы и за их упокой хотелось бы поставить свечку. Да, конечно, он действительно необходим, чтобы поставить свечку за упокой. Да и не только как бы за брата, а за всех парней у нас уже 14 человек погибло. Как бы неплохо было бы прийти в храм, поставить свечку за упокой. Церкви на территории села никогда не было. В 2019 году ее взялся построить один из учредителей компании «Теплоремстрой». Он успел возвести крестильную, трапезную и приходскую квартиру для священника. А дальше компания обанкротилась, и стройка встала на три года. Администрация поселения успела закупить котел для обогрева помещений, чтобы постройки не промерзали зимой. Коротко говоря, храм нужен, его надо достраивать, потому что время тяжелое, и молитва должна идти повсеместно. Храм надо начинать сначала, закладывать фундамент и строить стены, и начинять его всем необходимым для совершения богослужения. В администрации поселения подсчитали необходимую сумму, которую нужно потратить на строительство самого храма и благоустройство территории. Это чуть больше 60 миллионов рублей. «Нужны только деньги, потому что сметы у нас есть, подключение, вот вы чувствуете же, тепло здесь есть. С 2019 года Давыдов практически за свои собственные средства отапливает эти два здания. Здесь тепло, зимой тепло, поэтому нужны только деньги. Нужна помощь, нужна, да не, наверное, нужна помощь правительства Забайкальского края, руководство Читинского района. То, что зависит от села, от наших жителей, мы все сделаем, потому что село у нас, в общем-то, единое и дружное село. Если нужна будет помощь, они и так приходят, Алексеевна, ну давай, давай собирать будем. Но я пока этого не могу сделать, потому что я не имею таких полномочий на это. Поэтому я тоже от лица своих жителей, они вам все это скажут. Я хочу попросить Александра Михайловича, уважаемый, пожалуйста, помогите нам достроить наш храм». Жители Маковеева готовы принять любую помощь. Люди верят, что в Забайкалье есть место добрым делам и меценатству. А значит, и церковь с Божьей помощью в ближайшее время обязательно достроят. Григорий Анипер, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.